С момента одомашнивания первой кошки прошло 10 тысяч лет. Однако по сей день эти маленькие пушистики радуют нас своей красотой и грацией. Как и в древнем Египте, кошек до сих пор любят и почитают, только делают это по-новому. Снимают забавные видео для соцсетей и посвящают праздники. А сегодня во всем мире отмечают один из них – День объятий с кошкой. Когда мы погрузились, сколько кошачьих праздников существует в мировых календарях. В каждой стране есть День кошки. У нас, мы знаем, это 1 марта в России. Потом есть Международный день кошки. И помимо этого еще есть День белого кота. День защиты черных котов. Фелинотерапия – это прикосновение кошки, нахождение кошки рядом. По подсчетам социологов, две трети человечества – это кошатники. Не мудрено, ведь эти животные обладают не только чарующей красотой, но и способностью вылечить человека. Врач-ветеринар Ульяна Маршалкина рассказывает нам, что этому явлению посвящена целая наука. Называется она фелинология. Оказывается, наши питомцы способны вылечить целый ряд заболеваний. Это достаточно популярное направление в современной медицине, как вариант реабилитации. После тяжелых каких-то заболеваний, при работе с детьми, при работе с пожилыми людьми, при нарушениях опорно-двигательного аппарата и при каких-то нарушениях психологического развития. Кошки, уже проводилось много исследований, и это доказано, что они положительно влияют на психику человека. Поэтому, когда придете домой, не забудьте погладить своего пушистика. Правда, если вы мечтаете потискать пушистика, но страдаете аллергией на шерсть или кошачью слюну, вам придется запастись таблетками. К сожалению, гипоаллергенных пород кошек еще не выявили. Поэтому, если вам предлагают приобрести пушистика такой породы за крупную сумму, то знайте, скорее всего, это мошенники. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком.